Автор самой популярной в мире пирамиды, Абрахам Маслоу, как-то сказал, «Умение распознать собственные потребности, то есть понять, что тебе нужно на самом деле – самое серьезное психическое достижение, психологическое достижение». Мы, наверное, не станем с ним спорить, и поговорим сегодня о самом серьезном с точки зрения Маслоу, о потребностях. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами передача «Фокус на человека», и у нас в гостях клинический психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования КФУ Валерия Александровна Степашкина. Здравствуйте, Валерия Александровна. Насколько я знаю, это направление в психологии изучают не только психологии, а еще и в медицине, в юриспруденции, в маркетинге, я думаю, на сто процентов даже, наверное. Вот важность этой части жизни человека как, по-вашему, чем определяется, чем объясняется? Дело в том, что потребность как таковая определяется тем, что это состояние, возникающее, когда есть какая-то нужда или дефицит. Дефицит разный бывает, бывает физиологический, эмоциональный, социальный, духовный и так далее. Поэтому, так как есть дефицит, человек начинает проявлять свою активность, он начинает что-то делать для того, чтобы закрыть, удовлетворить потребность, закрыть, да, дефицит. И, соответственно, это, конечно, будет влиять на все сферы жизни отдельного человека и в целом групп людей, то есть и в социальном контексте тоже это очень важно. Вот, поэтому, конечно, во всех сферах потребности изучаются, и во всех сферах они важны. Вы сказали, ну, потребность это в каком-то смысле нужда, то есть нужда и потребность это синонимы? Ну, как бы мы будем, да, если долго пытаться найти какое-то точное определение, да, это возникающая нужда, которая требует какого-то, да, удовлетворения, то есть, как бы нужда это дефицит. Так или иначе, ну, да, синонимичный, мы же как-то должны определить, что такое потребность. Это вот какое-то состояние, в котором возникает ощущение, что мне что-то нужно, мне необходимо, без чего я не могу прожить, как-то существовать и так далее. Поскольку мы начали, собственно говоря, с пирамиды Маслоу, Абрахама Маслоу, давайте проговорим. Она, понятно, что она популярна, но тем не менее, да, для зрителей, чтобы было понятно, какие там есть ступени, если можно так сказать. В пирамиде Маслоу первая базовая ступень, это как раз про физиологические потребности, те нужды, без которых физиологический человек просто не может выживать, жить. Это все то, что касается еды, воды, сна и так далее. Есть потребности в безопасности, да, в потребности, которые связаны с тем, что человеку важно где-то жить, где-то чувствовать себя комфортно, что на него никто не нападет и так далее. Есть социальные потребности, которые связаны как раз с принятием, уважением, например, да, с тем, что человек чувствует себя частью какого-то общества, что он компетентен в чем-то, да, он как бы реализуется. Есть, скажем так, высшая ступень реализации потребностей, это как раз самореализация, самоактуализация по как раз Маслоу и в рамках гуманистического направления психологии. Как раз вот эта возможность реализоваться в социуме, что-то сделать в какой-то степени это такая психологическая миссия, личностная миссия человека. Это такой высший духовный, да, уровень потребностей. Вот, условно говоря, она вот состоит из этих ступеней, там каждая потребность обозначена у него очень четко их, их используют эти потребности, да, как мы уже сказали, везде, да, применяют везде, в психологии особенно. Ну, с точки зрения, опять-таки, трактовки этой пирамиды, в литературе сказано о том, что человек не может перейти на следующую ступень, если у него не удовлетворена с точки зрения именно потребности предыдущей, там, пока не удовлетворены физиологические потребности, он не может перейти на ступень безопасности. Пока он не чувствует себя в безопасности, он не может реализовать свои социальные потребности. Пока он не считается присоединенным, да, приобщенным к чему-либо, он не может заниматься актуализацией. Ну, я так знаю, предполагаю, что у вас другая точка зрения немножечко на это, да, есть исключения? Есть исключения, все очень индивидуально, например, есть люди, которые заняты каким-то творческим, например, делом, очень глубоко, да, погружены в это дело, и тогда вы можете наблюдать, что человек вообще забывает о том, что ему необходимо даже воды попить, то есть он может много-много часов полностью заниматься, удовлетворяя как раз высшие потребности в самоактуализации, да, в том, чтобы как-то профессионально проявлять себя и так далее. То есть мы, когда говорим о пирамиде, она не настолько жестко иерархична. Таким примером из воспоминаний как раз художника Пабло Пикассо была история про то, что он как раз описывал свое вот ощущение счастья, осмысленности, там, высшей точки самоактуализации как раз в период молодости, когда он только начинал там как художник, и у него не было денег на то, чтобы удовлетворять достойно, как он считал, да, базовые потребности, он был, как говорится, голоден, но при этом творил и считал, что это самый плодотворный был период в его жизни. Ну, там такой вот пример яркий. Понятно, что мы можем говорить, что он выдающийся, что он какой-то особенный и так далее, но мы видим таких людей и среди нашего окружения, тех, кто очень стремится, да, к тому, чтобы создать что-то, творить, и зачастую забывают. Конечно, с точки зрения физиологии, в какой-то момент организм будет сдаваться, потому что ему необходимо, конечно же, да, удовлетворять базовые потребности, но это просто пример того, что бывает по-разному. Бывает, что человек только на этих потребностях тоже останавливается, и дальше как бы не идет для него уровень удовлетворения физиологии, этого достаточно. То есть какие-то социальные потребности могут быть совершенно неважны, и потребность там самореализации, самоактуализации может быть неинтересной, такое тоже бывает. А вот когда вы сказали, что человек останавливается, вот нижняя на базовой ступени, это с чем может быть связано? Я бы сказала так, что все потребности человека социализированы, да, это все то, что связано с тем, как нас обучают с детства, как удовлетворять, с помощью чего удовлетворять, с какими средствами, через какие объекты мы можем удовлетворить, да, потребность. То есть это зависит от культуры, от воспитания, от того, что человек впитывал, что видел, какой опыт был, да, то есть как бы эмпирическим путем в контексте своей жизни, как человек развивался, рос и так далее. То есть у человека может действительно не быть каких-то высоких целей, задач, в силу определенных каких-то, да, своих обстоятельств, жизни, семьи. Ну, просто в окружении, все же не так, и он, собственно говоря, живет в той же программе. Да, это привычные паттерны, модели поведения, которые человек принимает, то, что вижу, так же себя веду, идентифицируется с этим и удовлетворяет какие-то базовые потребности, при этом не задумываясь о том, что ему необходимо что-то большее. И это, кстати, не значит, что человек не чувствует себя комфортно, он может прекрасно быть удовлетворен и чувствовать себя очень хорошо. И это и есть его самоактуализация, в общем-то. Да, в общем-то, да. То есть получается, что если мы будем воспринимать вот эту саму пирамиду как некую матрицу, да, в каждый этап каждый человек наполняет, каждый этап наполняет чем-то своим, в зависимости от того, опять-таки, как вы сказали, что ему успели дать родители, что успело дать общество и что он в себе самом находится, находит. По каким причинам какие-то потребности остаются неудовлетворенными. И вообще, возможно ли такое, что какая-то потребность, допустим, длительное время остается неудовлетворенной? Это, наверное, может к чему-то привести, да? Да, может привести, потому что, понимаете, какая история, когда есть потребности, например, вот те самые социальные, эмоциональные, в заботе, в принятии, в любви, в компетентности, да, в том, что я что-то умею, могу, они могут длительно неудовлетворяться, как это делается, ну, как правило, это, конечно, начинается все в семье, как правило, если у родителей, у самих нет умения, способности, да, удовлетворять какие-то эмоциональные, социальные потребности, то ребенок этому и не научится. И очень часто это может формировать проблемы в адаптации, в социальном взаимодействии. Каким образом? Например, ребенку не давали понять, что он что-то умеет, его не подкрепляли, да, поведение его, вернее, его поведение не подкрепляли, и то, как он реализовывался с детства, ему не говорили, да, ты молодец, ты умеешь, у тебя получается, и у него может формироваться когнитивная уже история, надстройка такая над потребностью, когнитивная схема, когнитивное убеждение, что со мной что-то не так, я не у Меха, и все время будет искать одобрение со стороны и делать все больше и больше, и так и не почувствовать себя компетентным. То есть это проблемы про осознание, да, того, какой я, да, самооценки и так далее. Либо человек вообще ничего делать не будет, потому что, ну, мы уже как бы сказали, что он ничего не умеет, а ощущение дискомфорта, неудовлетворенности останется. То есть счастливым человек себя чувствовать не будет, удовольствия от жизни получать он не будет. То есть получается, что удовлетворение потребностей напрямую завязано самооценкой. Удовлетворение, да. И с восприятием своего я. Удовлетворение потребностей связано практически со всем. И с образом я, с я-концепцией, с самооценкой, и с образом других, какие другие, как я еще других вижу. И с тем, как я вижу свою деятельность профессиональную. И с ценностями. То есть что ценно? Например, у меня не удовлетворена какая-то потребность. Ну, раз уж мы начали про компетентность, что я умею, могу, у меня получается. То я и в ценностях буду, например, ставить себе достижения, там, высот, перфекционизм, идеальные какие-то результаты. И все время буду требовать это от других, чтобы и другие этому соответствовали. Однако, сами понимаете, мир не идеален. Мир сложен, разнообразен. Добиваться от него идеальности, это иллюзия. Идеальности, да, очень сложно. Да, это может приводить к большим сложностям. Это очень болезненно. Как можно понять, человек, как может понять, какая именно потребность у него не удовлетворена? Ну, понять он это может по собственным ощущениям. То есть если у него возникает какая-то мысль, например, хочу на остров Бали. Это значит, что надо спросить себя, а вот я на остров Бали хочу, а какая там лежит потребность, чего мне не хватает, в чем дефицит. То есть дефицит может быть в отдыхе, да, в том, чтобы, например, расслабиться, почувствовать себя комфортно, прекратить, может быть, гонку какую-то, да. То есть я не могу сказать, как это. Это вот ребенка спрашивают с детства, чего ты хочешь, как ты себя чувствуешь, что с тобой, да, что бы ты хотел, что тебе нужно, вот что тебе необходимо. И ребенок постепенно учится отвечать на эти вопросы. Определять свои потребности таким образом. Да, определять свои потребности, но и в принципе он наблюдает, как это делают другие. Опять, если этого нет, человек очень часто, я могу сказать, что в работе, я сталкиваюсь с тем, что человек говорит, а я не знаю, чего я хочу. И вот как раз опираясь на как бы когнитивное такое представление о том, что чего-то я хочу достичь идеала, а вот что там, попробуй почувствовать, что там вот находится за этим. Что на самом деле ты хочешь, и как еще это может быть удовлетворено. Давайте еще вот на примере, прямо вот этого, на этом балийском примере, да, вот молодой человек говорит, я чего хочу. Вот у меня есть мечта, вот мы сейчас с вами еще поговорим, мечта и потребности, да, у меня есть мечта. Я хочу, чтобы у меня было много денег, я мог поехать на Бали, отдохнуть там, на яхте, солнце и так далее, да. Потребность, может быть, в отдыхе, может быть, недостаточно солнца, здесь ему солнце надо, да, просто куда-то в море, в воде поплавать и так далее. То есть потребностей может быть масса, но он говорит, а мне на это все денег нет и все, жизнь, жизнь катастрофа, у меня ничего не получилось, потому что у меня нет денег, чтобы туда поехать. Вот, вот нет денег, он говорит, и все, и руки опустились. Потребность связана с мотивом. Мотив подразумевает как бы опредмеченную, объективизированную потребность, то есть через что я буду удовлетворять эту потребность. И нужно понять, человеку необходимо удовлетворить эту потребность с помощью каких объектов, средств, предметов и так далее, в связи с его культурным, да, статусом, в связи с его опытом жизни, в связи с его какими-то интересами и так далее. Если человек, в принципе, понимает, что потребность в отдыхе восстановится, и он смотрит на эту потребность как, да, вот, и это я хочу, мне это важно, и у него в интересах есть еще, например, поехать куда-то просто за город, на дачу, и, например, встретиться с друзьями, есть разные варианты, и это его удовлетворит. Это один, да, важный момент, то есть он выбирает тот объект, который ему будет достаточен. И достижим. И достижим. Но есть, например, нюансы, когда человек находится в определенном статусе, то есть это будет восприниматься в обществе, среди друзей и так далее, и человеку будет некомфортно, потому что этот объект является для него значимым, что вот поехать именно на этот остров, это соответствует его статусу, его культурному коду, его действительным интересам и так далее. И поэтому, если он поед просто на дачу, то он не будет удовлетворен. То есть я не до конца буду чувствовать себя комфортно, потому что мне будет вот чего-то, мне надо именно, чтобы было Бали или Бали, солнце, песочек, вот именно вот это мне необходимо. Только в таком сочетании я смогу полностью удовлетворить вот эту потребность. Да, ну, может быть, там Сочи, как вариант. Ну, то есть что-то схожее по каким-то свойствам, но более доступное. Ну, то есть все зависит очень от... На самом деле человеку-то много не надо вроде бы, но если бы не стремление, не интерес как-то объективизировать потребность, в каких-то достижениях, в предметах красоты, потребности, например, увидеть еще и красоту, там не только, может быть, отдых, да, эстетические какие-то моменты важные, то мы не можем тогда вообще, мы не будем двигаться, у нас не будет прогресса. И вот здесь мне пришла в голову интересная мысль, наверное, о том, что зависит, опять-таки, от силы, сила влияния на нас в данный конкретный момент времени той или иной потребности. То есть, допустим, если вот этому статусному мужчине просто невозможно как надо отдохнуть, вот просто вот я умру, если вот я надорвусь, он поедет отдыхать в деревню. То есть он будет отдыхать в первом же предложенном ему обстоятельствами в каком-то месте. То есть чем сильнее, да, чем напряженнее потребность, назовем это так, тем больше ты будешь, ну, испытывать трудности, и, соответственно, в какой-то момент, да, ты сдашься. То есть хочешь или не хочешь, ты будешь направлен на то, чтобы как-то ее удовлетворить. Хоть как-то. Хоть как-то, да. Такое тоже может быть. То есть вероятных вариантов, да, каких-то очень много. И мы можем сказать о том, что вот эти потребности второго уровня, те, в которых социальные, духовные, самоактуализации, они влияют на наше здоровье и на наше качество жизни в том числе, правильно? Влияют. Безусловно, влияют. Качество жизни очень сильно зависит от того, что меня окружает. Красота, какое-то вот ощущение именно вот на уровне там тактильном, да, приятно мне, тепло ли мне, скажем так, хорошие ли у меня ботинки, про объекты. Вот если говорить про объекты, что меня окружает. Понятное дело, что человеку будет все-таки намного комфортнее, если он в тепле, у него все красивое вокруг, мягкое, прекрасное, у него нет дум о том, как бы заработать на пропитание, да. То есть, в принципе, это очень важно. Вот качество жизни, возможность, например, обратиться даже к врачу, да, как-то получить какую-то помощь, естественно, вот усложняется личностная структура, и человеку, конечно же, будет вот более комфортно находиться в удовлетворенных разных-разных потребностях для того, чтобы вот это как раз качество жизни, как я живу, оно соответствовало. Потом, понимаете, какая история, может быть, вы замечали, что там, где не удовлетворены потребности, там, где нет и объектов соответствующих, там, где нет, там застой, вот ощущение застоя, там нет у человека возможности как бы вырваться как будто бы из психологических таких своих внутренних ограничений. Человек же сам прям вербализирует это. Мы прям иногда слышим или сами говорим, или слышим, я-то как будто в болоте, я как будто меня засосала, да, я не могу вырваться из трясины, я не пойму, что происходит, но у меня нет сил, чтобы двигаться дальше, я не знаю, куда идти. И вот здесь вот прям вот эти ваши слова очень хорошо перекликаются. У нас была передача не так давно, мы снимали про эмоциональный интеллект, а это же про как раз изучение себя, да, то есть если человек не начнет прислушиваться, прям отслеживать свои потребности, доверять себе, да, что, наверное, раз я что-то чувствую, то, наверное, я имею на это право, и мне это можно, мне можно чувствовать, мне можно чувствовать свое тело, мне нужно можно чувствовать, доверять своим мыслям, доверять себе, то отследить, какие потребности нарушены, ну, наверное, практически невозможно, да, если ты не доверяешь себе и не умеешь себя слушать вообще. Очень важно прислушиваться к себе, к ощущениям и в теле, и обращать внимание на то, о чем ты думаешь, например, что тебя раздражает, на что ты внимания обращаешься, что ты хочешь, что-то, да, вот, видишь, человек там, как ты себя ведет, тебя это раздражает, и ты не поймешь, а что вот меня раздражает-то в этом во всем. А там оказывается то, что вот не нужно, например, человек там, не знаю, ходит на танцы, да, что это вот ты, великовозрастная, да, женщина, на танцы-то ходишь, тебе уж 45 лет, а на самом деле это может быть потребность там внутренняя, да, например, быть принятым. Быть вот в этой группе танцевальной. Да, танцевальной группе, танцевать, да, раскрепоститься там и так далее. Ну, то есть быть принятым, вообще там почувствовать себя красивым. Сегодня тема красоты, эстетики очень много. То есть почувствовать себя хорошо, комфортно. И ты тоже хочешь туда, вот в эти танцы. Может быть, у тебя потребность в общении на самом деле не удовлетворена, а ты видишь, что человек приходит после танцев воодушевленный, радостный, рассказывает, как прекрасно все провели время, как им было всем хорошо. А у тебя это раздражает, и ты говоришь, что ты 45 лет все танцуешь. И тут, конечно, эмоциональный интеллект, развитие или там его присутствие нам в помощь, чтобы понять себя, чтобы... Самое вот для меня почему-то очень прям вот отзывается актуальностью умения доверять себе. Что-то, прям что-то я очень часто с этим сталкиваюсь. То есть крайняя неуверенность людей в себе, невозможность доверять себе. Вот прям вот страх довериться себе. Ну, довериться скорее, да, не просто себе, а там довериться можно и другому. Доверять можно и другому, это тоже важно. Вопрос в том, чтобы не подменять свое желание, свою потребность чужой. Вот об этом расскажите поподробнее, потому что для меня вот пока не очень понятно это. Ну, например, в раннем детстве мама говорит такую фразу. Мы поели, мы сейчас пойдем гулять. Когда соединяется два я в мы, слияние такое происходит. И очень часто люди, которые все время жили в состоянии мы, и вот тебе говорили, вот время, пора есть. Не тогда, когда ты захотел что-то съесть, да, а именно вот время. И вот тебе сказали, обед на столе, а ты не хочешь. И тогда вот со временем, да, со взрослением человек приучается все время ориентироваться, когда мне кто-то что-то скажет, что я хочу. То есть доверять-то в целом другим можно, ну, то есть тебе предлагают, ты не хочешь поесть? Да, и ты говоришь, да, я тоже хочу поесть, можем вместе пойти обедать. Это один разговор. А другой разговор, когда ты не хочешь, и тебе дают готовый какой-то вариант, вот. Ну, немножко так это, мозг ленится, сам думать тебе, ты привык с детства, что из тебя всегда выбирают, определяют, что тебе нужно, и ты как бы не очень ориентируешься, а что ты хочешь. Обратите внимание на то, как дети часто ковыряются в тарелки и едят. Вот, выбирают, они очень четко определяют, какой объект, вот то, о чем мы говорили, им нужен для удовлетворения их потребности. Понятное дело, если ребенок там видит только конфеты и колбасу, он будет выбирать из конфеты колбасы. То есть если у него есть разные варианты, он будет выбирать то, что нравится ему, комфортно, подходит и так далее. То есть между брокколи, например, и морковкой. Что-то полезное, например, да, но суть в том, что, дети в этом смысле, они, как ни странно, более ориентированы до определенного возраста, на себя. Они более чутко себя слышат. И вот здесь мне хочется немножко продлить вашу мысль и спросить ваше мнение по поводу того, что относится к слову перья. Вот, еда, да, я чувствую, что я вот сейчас есть хочу. А когда человек переедает, например, да, то есть вроде бы как он же все время есть хочет, у него есть потребность поесть. Это потребность или это уже, ну, как бы желание болезненное какое-то? Что это? Если человек прямо вот переедает или перья что-то, перья, то, скорее всего, он не очень контролирует, не может отследить, когда достаточно. Это тоже про, ну, вот удовлетворение потребности, когда мне достаточно. Чрезмерное вот, когда я не очень прислушиваюсь в момент удовлетворения. То есть не только сама потребность, когда ты понимаешь, что ты хочешь, но и процесс ее удовлетворения. В этом смысле вот гештальт-терапия в помощь, я не хочу, хорошо расписан цикл контакта, да, вот с потребностью, как это происходит, как человек прерывает. И вот он может даже почувствовать потребность, начать ее удовлетворять, но и не знать, как, когда достаточно. И это первый момент. Опять-таки, когнитивно-поведенческая история, никто не отменял, что я вижу, как это делали другие. То есть если в семье принято много, и тебе говорят, ешь еще, на вот еще вот пирожок съешь, и сверху варенье, еще банку, еще вот... Оставлять не принято. Нельзя оставлять, да, какие-то убеждения, да. Ну, это там исторический может иметь, да, контекст, почему надо вся сила в еде, в последней ложке. И это тоже про приобщенность, просто присоединенность в конкретной социальной группе, да. То есть если я вырос там, где переедают, и я перестаю есть столько, сколько все, и я становлюсь белой вороной. Ну, да, ну, конечно, так как бы никто не думает, это скорее происходит автоматически. Ты просто с модели поведения, которые есть, ты, ну, как бы их снимаешь, перенимаешь на себя. Ты уже потом даже не задумываешься. То есть если все условно там будут есть гамбургеры, вот такую еду, то и я буду есть гамбургеры. Не очень... Зачем? Это же простой очень путь. В этом смысле, опять-таки, мозг наш не очень любит искать сложные пути, ему надо адаптировать организм в простых условиях. Соответственно... Сначала. Да, соответственно, да, простые какие-то модели. Вы как специалист, который ведет частную практику, мастер-классы, преподает, с какими неудовлетворенными потребностями чаще всего к вам приходят клиенты? Чаще всего это потребность в любви, в принятии. Вот самая такая сложная... Очень много исследований есть на тему как раз именно потребности в любви и принятии, что она наиболее часто актуализируется, вот эта неудовлетворенность в травматических событиях, в стрессовых ситуациях актуализируется прям, если долго не удовлетворялась. К сожалению, ну вот я не скажу, что это всегда и это для всех, но я чаще всего сталкиваюсь с этим. Все хотят, чтобы их любили и принимали. Ну, наверное, они не приходят и не говорят, у меня проблема с потребностью, с принятием. Они приходят с конкретными ситуациями. Да, но когда начинаешь разбирать, оказывается, что человек, например, конфликтует в семье, там, с мужем, не может найти общий язык с ребенком, просто потому что самому очень хочется, чтобы полюбили, приняли, как-то приголубили, позаботились. И у вас есть конкретные какие-то рекомендации вы даете каждому клиенту, как ему делать? Рекомендации даю в контексте конкретного отдельного случая, но в целом просто нужно научиться заботиться о себе и делать себе хорошо. Вот это очень важно. Вот то, о чем мы говорили, и про доверие себе, и служить себя, и свое тело, обращать внимание, ну, хотя бы пытаться. То есть мы сейчас как раз говорим о том, что вот в аспекте психоэмоциональных потребностей говорят же, что человеку нужен человек, но человеку нужен еще сам человек, вот он сам. Пока, получается, мы с собой не разберемся, да, то есть вот это вот выстроить правильное отношение, взаимоотношение с человеком, соседствующим с тобой, будет намного сложнее, намного более тернистый путь туда будет вести, да, все равно будет возвращать к себе. Ну, вот смотрите, такая простая история, например, я хочу, чтобы обо мне кто-то позаботился, принял меня и полюбил. Вот простая история. Вот мы с вами сидим, вы другой человек. Я про себя знаю, что мне эта потребность нужна, и я вам говорю, вы не могли бы обо мне сейчас как-нибудь позаботиться? То есть вот до начала передачи я попросила воды. Ну, то есть у меня есть потребность, чтобы обо мне заботиться. Вы мне принесли стакан воды. Мне для этого нужны вы. Да. Вы мне нужны. Да. Но в этом смысле я даже сейчас пойду, что я хочу, и потом идти. Это очень, на самом деле, страшно. Это вроде простая штука, простая вещь, но люди очень часто боятся подойти напрямую. А вот почему? Почему вот тут столько страхов в том, чтобы осознать свою потребность и попросить кого-то помочь тебе ее реализовать? Там много, понимаете, нас учат, ограничивают разные всякие суждения, что, например, не подходи, не проси. В литературе, в культуре это есть. Если я, например, у меня было в опыте что-то, я свой опыт начинаю навязывать и говорить там другим, что нет, так не бывает. Есть только так и никак иначе. То есть нельзя доверять людям, люди опасные. Если ты что-то попросишь, а тебе будут говорить. Захотел ты, например, я не знаю, что-то, что-то попросить у человека, но если ты поверишь, то неудобно. Что обо мне подумают? То есть это, ну, мы на самом деле каждый, да, из своего какого-то опыта общения с разными людьми, не только семья, вообще, в принципе, мы это можем наблюдать. И человеку просто хочется подойти, попросить там, ну, обними меня, ну, скажи мне что-то хорошее, да, он этого не делает, потому что, ну, не принято. Хотя в этом так много удовольствия, табуирности много. А вот еще такая сторона вопроса. Сегодняшняя гаджетизация, да, когда мы все поглощаем, поглощаем мы, ну, не мы все, но подавляющее большинство, поглощены вот этими вот девайсами, этими гаджетами, гаджетами, и в том числе забываемое удовлетворение тех самых потребностей. Но тут речь идет, может быть, не столько, если Пикассо забывал поесть для того, чтобы сотворить какой-то очередной свой шедевр, то здесь речь идет о том, что человек просто туда залипает, да, и аж до такой степени, что моргать перестает, да. Вот что с этим, как потребности тут вот уживаются, мы же понятно, что от гаджетов уже никогда никуда не уйдем, и их нужно принимать, их нужно каким-то образом встраивать в свою жизнь, и так, чтобы наши потребности не страдали. Вот что здесь? Совет, рекомендации даже. На психотерапии, на консультировании есть у человека возникают прям такие проблемы, что он прям залипает, и он полностью уходит в виртуальную реальность и так далее. Тут надо разбираться с конкретным отдельным случаем, но это же такое своего рода избегание, да, того, что происходит в обыденной жизни, такой способ снять тревогу, напряжение, такая, ну, есть слово такое, дефлексия, да, когда человек как бы уходит от любых проблем в какой-то другой мир, в другое пространство. Там ты можешь быть лучше, интереснее другим людям, а можешь и не быть. Там можно накопленное напряжение, например, сбрасывать, когда люди там друг другу какие-то комментарии пишут, оценки дают и так далее. Вот хорошо, а давайте с точки зрения нормированности какой-то. Вот после, если мы говорим подростков, и если мы говорим о том, что есть родители, которые все-таки следят за этим, после какого количества залипания в телефоне, можно уже говорить, нам пора психологу. Да я вот не скажу вам норму, там, среднюю норму, все очень индивидуально, смотря как, как залипает, последствия, как реагируют. Понимаете, какая история? Одно дело, когда ребенок, например, гаджет у моей знакомой, девочка, дочь, подросток, вот конкретный пример, она постоянно создает всякие разные, там, не знаю, рисует, занимается дизайном, творчеством, творчеством, да, она создает какие-то ролики, она создает какие-то, там, я не знаю, костюмы для героев, игр, виртуальных героев, то есть там, она этим занимается, потому что она это создает, ей это нравится, она может заниматься этим достаточно долго, но у нее есть какой-то, в общем, постепенно она осваивает разные приложения и так далее, то есть она уже может там свои мультики какие-то делать и так далее, для нее, это ее интерес, который удовлетворяется с помощью гаджета. Как будто здесь про самоактуализацию уже речь идет. Про самоактуализацию, при этом это не мешает ей учиться, это никак не влияет, на ее времяпрепровождение кроме гаджета, а другое дело, когда совсем ребенок ничего не создает, никак не реализуется, есть дети, которые, например, ну, просто скролят, так называемую, да, ленту, непонятно, что они там смотрят, вопрос не в том, что там нравственно или безнравственно, я не про это, я говорю про то, что это просто пустая трата времени. Скролят это листают, Листают, да, пролистывают вот это все, смотрят и, ну, как бы даже ничего там, они не смотрят фильм, они не делают что-то, нет, не обязательно, что ребенок должен заниматься все время каким-то делом, но тут, понимаете, если ребенок занят чем-то, это один разговор, если ребенок, например, обучается онлайн, курсов очень много детских, там, с языком, с репетиторами дети занимаются, то есть это неотъемлемая часть, это очень удобно, смотря как родители это выстраивают. Совсем убирать, конечно, нельзя. Это невозможно просто сейчас уже. Да, ну и потом обратите внимание на тех людей, которые были научены учиться, взаимодействовать, с которыми общаются и так далее, любого возраста. Они, как правило, то есть наполненность жизни, если есть, делами, активностями, там, общением, ну вообще, вот, когда ты интересен тем, с кем ты общаешься рядом и тебе интересно, если как-то выстроен досуг, рабочая атмосфера досуг и так далее, то такие дети вполне адекватные и так далее. Все зависит от того, что, ну да, можно дать телефон, сказать, ну посиди там, что-то поделай, но ребенок, конечно же, постепенно это входит в привычку, вот все время просто пролистывать, проскальзывать. А если взрослая, Маша Иванова, не подросток, вдруг начинает уходить, 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 это вопрос, что там такого с ним происходит, что она... Что там лучше, чем здесь, да? Что там лучше, чем здесь, да. Вот еще вопрос от Маши Иванова. Пришла в магазин и купила совершенно ненужную ей очередную модель нового телефона, которого на две опции больше. Ну это так вот утрировано. Что здесь? Это маркетологи грамотно используют неудовлетворенные потребности. И это есть та самая основа рекламного бизнеса как таковая? Да. И вообще не только рекламного. Да, да, да. Когда любая сейчас потребность, любой поиск, любая нужда, она обрамляется в определенную красивую упаковку для того, чтобы с определенным словом, которое даст вам, объективизирует потребность так, чтобы вы думали, что именно это даст вам ощущение. И потом очень много, ну вот про телефон, про который вы сказали, там очень много, например, допустим, стремления показать, что вот если у тебя будет это, то тогда ты будешь каким-то особенным, статусным, избранным там и так далее. И там ты увидишь сочное, яркое, там прекрасное, все такое. Это музыкально. То есть воздействует на все для того, чтобы ты почувствовал, что вот этот... Это возможно? Да. Вот если ты это приобретешь, то это будет возможно. Да, что ты это чувствуешь и будешь себя хорошо. И вот здесь мы как будто бы очень близко находимся в связи или там в соединении потребностей и мечты. Да? То есть, используя неудовлетворенную потребность, реклама дарит мечту и возможность ее реализовать. Так? Ну, можно сказать, да. То есть они вот эту потребность могут красиво-красиво-красиво упаковать. Там очень много вот моментов ценностей, убеждений, каких-то представлений, каких-то табу, ограничений, всего-всего-всего-всего, что дает ощущение, что вот именно это даст тебе то, что ты хочешь. Ну вот возвращаясь к слову мечта, потребность, желание, мечта, это слова одного ряда или все-таки нет? Ну, тут терминологически мы можем, да, разбираться, есть там различные, может быть, подходы, может быть, что-то более философское, что-то более обыденное. Ну, потребность, она вот про нужду, про необходимость. Ну, то есть, чтобы нам не путать, любой человек может всегда заменить слово потребность нужно или не нужно. Да, мне нужно, мне необходимо, да, я без этого не смогу, вот прям в прямом смысле этого слова, без какого-то действия я не смогу просто, ну, жить, существовать. Желание скорее вот про я хочу, а могу хочу, могу не хочу, то есть хочу вот какие-то вот что-то вот хочу. Я хочу купить это платье, но могу не покупать это платье, потому что оно, допустим, слишком дорогое, могу купить что-то подешевле, потому что потребность купить платье есть, в принципе. Потребность быть одетым, Да, потребность быть одета, совершенно верно. То есть потребность есть, а вот нужно ли мне там 25-е платье, то есть я хочу платье, ну вот хочу, 25-е платье, то есть в принципе, что-то может... Что тебе это даст, надо заглянуть туда, что тебе это даст? Да, да, потребность там какая есть, это вот к вопросу о желаниях, поэтому часто говорят, вот я так желаю, 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 а у меня вот ничего не происходит, ну потому что на самом деле в потребности этого может и не быть, то есть ты можешь желать, чтобы что, вот как бы, для чего, не очень понятно, то есть сам человек не очень понимает. Любимый психологический вопрос тебе, ну чтобы что? Да, чтобы что, чтобы да. Угожаю этот вопрос. Да, чтобы вот 25-е платье, человек может быть осознанный, ну и тогда мне скажут, какой я хороший, добрый, прекрасный, красивый, меня погладят. Да, да, и я буду, и я получу ту самую потребность в любви и признании. Да, в любви, принятии и все такое, она может через что-то другое, да, ну может быть, да. У нас есть еще такое понятие, как воля, вот она как связана с проявлениями, с реализацией потребностей, потому что, ну сейчас достаточно мало все-таки говорят о воле, о волевом компоненте вообще, как здесь? Воля нужна человеку для того, чтобы регулировать, откладывать, например, в определенных ситуациях удовлетворение потребностей. Вот я сейчас, например, сижу, да, могу, может быть, очень хотеть вот про ту самую пресловутую любовь, да, и принятие, очень хочу, но у меня есть определенные обстоятельства, в которых я сейчас конкретно, да, пока мы занимаемся другим, то есть мы разговариваем, я могу с помощью регуляции, да, контроля отложить удовлетворение потребностей, подумать, так, как бы я могла бы это удовлетворить, там, через полчаса, вот я увижу кого-нибудь там, знакомую, подругу, обниму ее, скажу, как, я рада. То есть регуляция, когда, как, в каком, в каких обстоятельствах немножко откладывать, если это необходимо. Либо наоборот, если человек осознал потребность, которую ему нужно реализовать, удовлетворить, и у него есть к этому определенные препоны, он может быть, да, воля нужна и регуляция для того, чтобы удовлетворить. Например, лежишь ты, очень хочется тебе есть, но для того, чтобы встать и приготовить себе обед, тебе нужно встать, то есть осуществить какой-то волевой акт, тебе нужно понять, что нужно для приготовления обеда, что необходимо там сделать и так далее, найти рецепт. То есть это очень много действий, которые, то есть воля, на самом деле, она может помогать сделать, помогать понять, как сделать. И воля человеку нужна для того, чтобы осуществить выбор, в конце концов, да, что, что нужно, что из этого всего мне надо. Превратить человека из дивана, человек диванная подушка из человека, прям вот человек из больших букв. Ну да, ну то есть все должно быть в меру, то есть это не так, что вы вот через волевые процессы подавляете эти потребности, говорите, нет, я должен только вот это, то есть воля еще и так могут. Могут, конечно, да, но здесь как раз опять речь идет о том, что все должно быть очень осознанно, очень осторожно и очень бережно, да, вот на вашем телеграм-канале я читала про бережность, это вот прямо про нее, про бережное отношение к себе. Ну конечно. Не расслабленное, но бережное. Не попустительское, а именно бережное, да, и это тоже про потребности. Воля, кстати, вот в этом смысле про, немножко так заденем тему границ, она еще и позволяет границы, да, обозначать свои и другого, вот здесь важно другого. А другому-то надо, а другой-то хочет со мной взаимодействовать. Воля, она как бы помогает регулировать еще поведение, я не могу выбежать сейчас и сейчас все потребности, все, что хочу, то есть немножко воля позволяет вот смотреть, отслеживать, да, регулировать, а как вообще вот, что есть моя свобода, есть свобода другого человека, можно взаимодействовать. Ну то есть это все вопрос регуляции. Как-то так. Есть процессы, на которые отдельный конкретный человек повлиять не может. На ситуацию в мире, на безопасность в мире и так далее. Это очень важно, чтобы мы обращали внимание на безопасность свою. Что я могу сделать в контексте реальности, то есть это контакт с тем, что происходит сейчас здесь со мной. Что я могу сделать для того, чтобы мне было безопасно. Как я могу, там, не знаю, устроить свое жилище, как вы сказали. Что мне необходимо для того, чтобы чувствовать удовлетворение потребностей в тех ситуациях, в тех условиях, которые есть здесь. Понимаете, какая история. Есть, например, природа, метафора такая природного какого-то, да, взаимодействия. Что бы ни происходило в мире, любое животное выполняет какую-то определенную роль, программу, действие и так далее. Вот, как говорится, делай, что должно и будь, что будет. То есть вот все то, что в контексте вашей конкретной жизни вы можете увидеть, почувствовать, сделать. Все, что находится действительно в вашем управлении, влиянии, вы это можете как-то регулировать. Все, что вы не можете регулировать, это, ну, не подвластно. То есть позаботиться о себе, о том, кто рядом, удовлетворять потребности. Может быть, тогда бы и проблем-то таких не было. Ну да. Если бы прямым способом люди удовлетворяли свои потребности, а не как-то через какие-то иначе обходные пути. Обходные пути, да. Ну и в конце передачи мы резюмируем вышесказанное и говорим, можем повторить зрителям о том, что первое, это то, что мы в самом начале сказали, возможно, на самом деле, не в рамках пирамиды Маслон, или даже в рамках перескочить через одну ступень в другую, да, и не обязательно проходить все эти ступени друг за дружкой. Второе, да, человеку нужно обязательно, ну, давайте лучше вы будете говорить, доверить себя, да, вот это эмоциональный интеллект. Да, человеку очень важно понимать, чего он хочет, что он действительно ему нужно. Выбирать, учиться смотреть, выбирать, какие объекты будут удовлетворять эту потребность. Не бояться вступать в коммуникацию с другими людьми, потому что очень часто, да, через взаимодействие с другими людьми мы можем становиться счастливее. И не забывать, что ни одна неудовлетворенная потребность просто так, где-то там вот всю жизнь отдельно так закрыто сидеть не будет. Она начнет кричать какое-то время. Она начнет кричать, она начнет, да, становиться все более напряженной. То есть вы все равно столкнетесь так или иначе с необходимостью учиться удовлетворять эти потребности. Лучше просто начать раньше, пока еще вы чувствуете, что вы, например, не настолько выдохлись, не настолько вы устали. Не обязательно, прям, как говорят, доходить до самого дна, чтобы всплыть и получить этот глоток воздуха. Я бы так сказала. Спасибо большое, Валерия Александровна. У нас передача называется «Фокус на человека», и поэтому в завершение, да, хочется зрителям сказать еще раз, обратите фокус на себя, на свои потребности. Это очень важно. В студии работала Наталья Жуова. До свидания.